Основной темой повестки заседания комиссии стал вопрос о дополнительных мерах по обеспечению безопасности электрогорцев во время подготовки и празднования Дня Города. У нас в этом году исполняется 27 мая 71-й годовщина Дня Города. Буквально у нас очень неплохой и хороший опыт был по подготовке к празднику 9 мая, но отпечаток нашего праздника заключается в том, особенность, что он будет проводиться на другой территории, вы знаете, и масштаб проведения праздничных мероприятий на этой территории значительно больше. Площадок, где будут организованы различные массовые мероприятия, гуляния, отдых наших граждан шире, поэтому сейчас мы насчитали 6 таких площадок. Четыре основные – это первая площадка, где будет построение праздничных колонн всех наших предприятий, организаций, учреждений. Вторая площадка – это бульвар, где будет размещено гуляние и вся сфера обслуживания. Третья площадка – это ледовая, так называемый наш ледовый мини-дворец или спортивная площадка хоккейного типа. Другая – это очень важная и большая площадка – это детская в районе озера Стахановская. Третья площадка – это там, где будет размещена спецтехника в районе ФОКа. И последняя площадка – это там, где будет размещено спецсредство для фейерверка. Обсудили мероприятие по защите от угрозы терроризма во время проведения праздника, мест массового пребывания людей. Будет сделано усиление и ограничение движения автомобильного транспорта, личного, прежде всего, транспорта, без ограничения движения общественного транспорта. Но общественный транспорт у нас не будет на городском бульваре, поэтому мы перекрываем два участка. Это на улице Горького, стык бульвара и улице Горького, и улица Крыжановского, Ухтомского, дом 17. Чтобы на территорию бульвара ни один транспорт не смог въехать несанкционирован. Во время Дня города для обеспечения безопасности населения все службы будут работать в усиленном режиме. Нам бы хотелось обратить внимание еще и членов комиссии, и присутствующих управляющих компаний. Вот здесь мы всегда их приглашаем и будем приглашать, потому что в эти дни вода, газ, тепло, тепло отключили, газ, вода должно быть постоянно. И в случае аварии, вот поэтому дежурная служба и управляющая компания дежурной должен быть тоже, чтобы могли реагировать мгновенно со всеми дежурными нашими службами в оперативном порядке принимать меры. Также в ходе заседания комиссии обсуждались вопросы нелегально проживающих на территории Электрогорска жителей иностранных государств. Зарегистрировано с начала года 1178 иностранных граждан. То есть из них 526 это были первый раз зарегистрировались, а 652 уже остальные это те, которые могли повторно третий раз зарегистрироваться. Хотел бы сказать, что у нас в Электрогорском отделе полиции в этом направлении происходит определенная работа. За данный промежуток времени мы уже 8 граждан нашего города привлекли к уголовной ответственности в статье 322-3, то есть незаконная миграция. Это те женщины, мужчины, которые жители нашего города, которые регистрируют у себя иностранных граждан за полторы, за две тысячи, но не предоставляют там жилплощадь. После этого они привлекаются, мы иностранных гражданах вылавливаем в других адресах, на садоводческих товариществах. С них объяснение берем, собираем определенный пакет документов, отдаем материал в дознание, потом дело уходит в суд, и данные граждане, потом у нас мировой судья наказывают, минимальный штраф 100 тысяч. На заседании комиссии было отмечено о необходимости нацелить горожан на проявление бдительности, поскольку безопасность населения зависит от того, как само общество реагирует на нарушения, имеющие место в повседневной жизни. Это те, которые...